25 лет представительной власти столицы Чувашии. Среди гостей почетные граждане города, те, кто в разное время возглавлял органы власти. Депутатов Чебоксарского горсобрания поздравил и глава республики Михаил Игнатьев. Фоэ, театры, оперы и балеты выглядела непривычно. Выставка о работе чебоксарских депутатов всех созывов получилась очень красочной. Первый созыв начал свою работу с декабря 1994 года. В его состав вошли всенародно избранные 43 депутата и глава самоуправления. Им пришлось решать важнейшие задачи – составление единого реестра, муниципальной собственности, включение завожья в черту города Чебоксары, утверждение городских символов. Непростое было время, вспоминают ветераны. В 1945 году я начал трудиться в жилищном хозяйстве города республики. Работа очень интересная. Сам даже удивляюсь, как я выдержал такое время. Всякое бывало. По словам бывалых, депутатская деятельность – это не работа, это служение народу. Многие, даже сдав депутатский мандат, продолжают свою миссию. Это как раз самые интересные периоды были. Первые, вторые созывы. Работали мы долго, целый день засчитали, на завтра откладывали некоторые вопросы. Времени хватало даже. Как хороший дирижер умело управлять своим хором, так и разноголосым депутатским корпусом управляет председатель ЧГСД. Народные избранники отчитываются о своей проделанной работе в своем округе. Совместно обсуждают наиболее актуальные проблемы в микрорайоне. Идет острая дискуссия. Задаются непростые вопросы. За особые заслуги вручили награду Евгению Кадышеву. Глава республики выразил благодарность за активный плодотворный труд, напомнив, что ключевые показатели работы депутатского корпуса – доверие народам. Нет другого города налоги, как город Чаговсар на сегодняшний день. Вот об этом мы должны говорить и на этой основе тоже воспитывать уже нашу молодежь по вопросам экологической безопасности и сохранения практически нашей природы. В другом составе, но в том же направлении, только вперед. Работа местного самоуправления наиболее социально ориентирована, отметил Леонид Черкесов. Утверждаются нормативные акты, которые напрямую влияют на улучшение жизни населения. Я помню 10-й год, когда приходили ко мне на прием и говорили, дайте хотя бы детский сад, чтобы ребенок пошел хотя бы один год, чтобы привыкнуть к школе. В этом году все детские сады в городе построены. И это здорово. Почетные награды получили все те, кто внес свою лепту в развитие города. Наталья Мальчикова, Борис Андреев, Республика.